Не приняли, сказали, кровь его на нас и на детях наших. Какие муки они претерпели, эти холокосты. Но дело же в чем? Дело в том, что это же не евреи, не сами придумали его не принимать, а Всевышний указал на то. Никогда не ссылались, никто не ссылается. Ссылается на Священное Писание, а мне Всевышний открыл. Это так что угодно можно. 40 киллеров заклялись Павла зарезать, ни пить, ни есть не будем. Всевышний открыл. Не, я понял, я имею ввиду то, что вот до сих пор же в Израиле много евреев живет. Да, много, много. Но там свидетельствуют об этом. И до сих пор Всевышний открывается евреям и указывает на то, что единственная вера и единственный путь это только через Тору. Да, Тора указывает, что об этом написано там в 18 главе, говорит, из вас среди восстанут, восстанет, говорит, пророк, как меня его слушаетесь. Это говорит Моисей. И поэтому ссылаться, вы на Писание не ссылаетесь, ни одной не называете книги Тора, это пять книг. Вот, считайте, в законе, там прямо сказано о пришествии Христа. Вот у них есть мессианские евреи. Христа признают, как мессия, а за Бога, что второе лицо Троицы не признают. Видишь как? Вот и Бог открывает. Вообще евреи, кроме Тора, ничего не... Как нет? А как пророчество? Как это? Ничего нету. А кто же будет считать молитвы? 150 молитв. Что, Давида забыли? Звезду Давида взяли, а Давида... Я читаю каждый день псалмы царя Давида. Ну вот. Она-то не Тора, к Тору-то не относятся. Ну, понятное дело, что это Тора. Как это Тора? Тора пятикнижие, в нее больше ничто не входит. Зачем говорить так? Нет. В нее входит все, что связано непосредственно с пророками, с теми же самыми псалмами царя Давида. Это все Тора. 30-я глава, притча Соломона, 5-й стих говорит, 6-й стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Бойтесь этого. А вы говорите, а мне открыто... Открыто должно точно войти в Писание. За Христа, пророк Захарий говорил, заплатят 30 серебряников. Если бы заплатили 31, это не Христос. 29 не Христос. Я понял. Не, а почему тогда Всевышний указывает на то, что нельзя верить в это все, и это не истина? Ну, зачем Всевышний тогда евреям... Где? Скажите, назовите книгу, глава стих. Назовите. А это может быть не в книге, это может быть открываться обычным евреям в пророчестве. Ну да. И все одинаково будут думать. Вот так вот он пойдет на раздрай. Господь говорит, 12 глава, 48 стих Евангелия Тена. Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Об этом Даниил говорит. Ну... А давайте, вы пророка Исаия признаете? Ну, там разные пророки есть. Я говорю про Исаию, но зачем разные-то? Ну, разные. Я не говорю языки Еиля, Еремея. Исаия, пророка, признаете за Божьего? Ну, всех Божьих пророков признаю. Да или нет? И именно за... А может, имя просто изменено? Исаия никак не изменено. Исаия. Шма Исраэль. Что я сказал? Слушай, Израиль. Слушай, Израиль. Так вот, Исаию, они перепилили деревянной пилой. За что? Честно, я не знаю. Не знаете. Так вот, смотрите. Сегодня, когда мы разговариваем с людьми с этим, я говорю, открой 5-я сура Аль-Майда. 68-й аят. Говорит, Всевышний дал Тауре Тору и дал Ильжил. Ильжил Евангелие. Даже они и то это понимают. Бог дал. А вы Евангелие в руки не берете, еще вы будете знать. Конечно, не берем. Нам Всевышний это не берем. Это плохо. Господь будет судить по слову своему. Он говорит о том, что Израиль дождется, что придет Антихрист, и они его примут как Бога. Откровение Иоанна 13 глава. И он сядет как Бог. И он поднимет. А вы вот Коран тоже, да, изучаете? Обязательно. Потому что я миссионер, проповедник. Я обязан знать это. Я вот свидетельствовал. А скажите, там в Коране Аврам, Ицхак, Яков, они евреи? Или они там уже... А они не говорят. Там не написана национальность. Просто написано, что да, знают. Вот, допустим, у них Ибрагим называется он. Ибрагим. Да, 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 я знаю. А Моисея там есть? Моисея, Моисея. Ну, Моисея это Муса. Я им просто говорю... А он тоже не еврей? Я говорю, не еврей. Не еврей. Он еврей. Я говорю, скажите, Муса и Моисея одно и то же одно. Я говорю, так у нашего Моисея пять книг. Первое. Бытие, Исход, Левит, Чисто, Второзаконие. А у вашего Муса ни одной нет. Куда они делись? Они вот так это... Они ничего не знают. Вообще ничего не знают. Я говорю, у нас Соломон, у вас Сулейман. Это один и тот же один. У нашего Соломона четыре книги в Библии, а у вашего ни одной. Дальше. Да, я понимаю, знаете, в чем дело. Они вообще ничего не знают. Ну, не, но люди, каждый по-своему. Ну, как по-своему, так это вот. Ты на дороге едешь, ты не по-своему. А какие правила приняты? Красный, зеленый свет. По-своему. Такого слова нет в Библии. Я говорю, скажите, вы считаете эту книгу? Они не знают. Язык не изучают. Что тут написано? Я говорю, передо мной в прошлом году прошло две тысячи... Как вас зовут? Как вас зовут? Вы можете зайти по скайпу. Скайп у вас есть? Нет. Скайп устанавливают за пять минут школьники. Установите его? Да нет, вы скажите, как вас зовут? Я скидываю ресурсы своих, где-то там говорится, кто я. А если вы откроете Википедию... Википедию знаете? Знаю. Вот Википедии зарядите два слова. Игнатий Лапкин. Моя биография, она одна на весь интернет. Игнатий Лапкин. Хорошо, Игнатий. Так вы запишите себе. Сначала посмотрите Википедию, а потом... Я запомнил, что вы, Игнатий Лапкин. Потом в отскайпу зайдите. В моем доме приходят евреи и делаются православными. И притом не просто какие-то евреи, а чистопородные евреи. Отец и мать евреи. Игнатий, а вот подскажите, вот как вы можете объяснить то, что, вот смотрите, есть собрание евреев, да, иудеев. Кагал. Называется Миньян. Ну, может быть, назвать. А главное, это у них Кагал. А вы протоколы селёновских мудрецов считали? Смотрите, Игнатий, я вам не завершил, что я вам хотел сказать. И есть то, что Всевышний до сих пор открывает евреям, да, еврейскому народу. Не всем, как я имею в виду, из Египта выходят. А персонально многим евреям до сих пор открываются разные пророчества. Будь они наяву, будь они пророческие сновидения или другого рода пророчества. И это не каким-то единицам, а таких людей в народе сотни тысяч. Ну и сколько, Вадик, столько разномыслей. Нигде вы ни разу не сказали, что откровение Бог даёт понимать, священное писание. У вас зовут описания никакого нету. Ваша главная смертельная ошибка. Бог будет судить по слову своему. Он по слову будет судить нас. Вот как. Ну да, но как, вот почему тогда вот до сих пор, сколько лет прошло здарование Торы и до сих пор открываются евреям, ну, с тысячами евреям, тысячи просто. Я получу много. Ну что открывается, что открывается? Скажите, как называется книга, я посчитаю. Это одно и то же, что всё, что написано в Торе, конкретно в Торе, и то, что нету никаких Иисусов и так далее, что они ничего, это вообще... Ну это значит, это дьявол открывает. Дьявол тоже открывает многое. Скажите, я говорю, Исаия, 53 главу признаёте пророка Исаию? А, да, я очень много слышал про эту главу, да, 53, да. Да вы прямо ответьте, признаёте её, что это написал Исаия? Ну, если он написал, значит, он написал, логично. Ну то есть вы не отмечаете, или не считаете, или обманываете меня, потому что... Нет, 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 я очень много слышал про эту 53 главу, все христиане любят за эту главу цепляться. И рассказывают, что там написано о человеке, который придёт, и который будет посланником, и который... Ну, вот эта вся история. Я это всё знаю. Вы знаете, что там написано, что он возьмёт грехи мира на себя, он будет распятый. Знаете то, что до сих пор есть праведники, которые берут на себя очень многие грехи, и они до сих пор их живут? Никто не может взять грех. Никто. Потому что все грешные за себя не ответят. Ну, за себя и ещё за других берут грехи. Не берут они ещё, это обман. Это пьяницы могут говорить там. Ну, вы же просто не знаете, вы же... Знаю, я очень хорошо знаю. У меня крестик еврей в моём доме обратился. Наум Израилевич стал священником православным. Но дело в том, что, да, действительно, есть единичные случаи. Ну, может, вы знаете не единичные. Я как вы с вами не буду... Вы какие-то откровения, всё... Вопреки Слова Божьего, ни один фарисей не говорил. Вы что придумываете-то? Многим откровения. Какое откровение? Я разменяюсь. То есть вы полагаете, что то, что по сей день открывается евреям, еврейскому народу, иудеям... Ну, евреи и иудеи, это одно и то же, если вы знаете, то это получается дьявол только, а по факту... Ну, по факту так, смотрите, если... Евреям уже не открывается, и только дьявол всё указывает на то, что... Вопреки Слову Божьему написано, когда Христос разговаривал с ним, он говорит, ваш отец дьявол. Это не я говорю. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он говорит, ложь, и отец лжи. Вы сами подумайте, что вам открыто? Открыто о том, что Иерусалим будет столицей всего мира. И в храме сядет человек, который будет называться Богом, и будет царствовать три с полных года из колена данного. Вы это почему скрываете-то? Вы поцарите Антихриста при таком понимании. И Господь придёт, и он вместе с своим помощником будет, дьявол, брошенный в озеро огненное. Вот это вы должны знать, да? Да, действительно, а як там вся эта мечеть будет сторгнутой, третий Соломонов храм построите. Построите. И когда вы узнаете, он даже не обрезанный. И он откроет войну против израильтян. Но ему царствует ровно 42 месяца. При нём сойдут Еноха и Илья. 1260 дней будет. Вот откровения какие. А у вас, а у нас много тысяч. Зачем, когда Слово Божие говорит, там миллионы могут быть? А ещё вот просто один вот такой. Смотрите, а вот то, что Всевышний, вы же знаете, что Всевышний давал клятву евреям о том, что... Ну, там много всего перечислено. Но конкретно, что евреи не могут верить во что-то другое, кроме Всевышнего. И что, если так это будет, то Всевышний даст евреям землю, естественно, в которую они придут. Ну, они уже пришли. Это Израиль. И что на тысячу поколений. И всё перечисляется. То есть, это вот то, что клятву Всевышний давал. Это получается, она уже аннулируется? Да никак. Она исполняется в лице Иисуса Христа. Вам не надо толковать. Он во Христе дал прощение грехов. Евангелие от Иоанна 1.29. Он говорит, вот агнец Божий, который берёт на себя грех мира, не человек берёт. У вас непонятно ещё. Как другой может брать, когда сам грешник? А если бы не грешник, он бы не умер. Не, я понял. Не, я знаю. Я общался с разными христианами. А вы зачем всё время лоб гладите? Всё время, непрерывно. Зачем это? Я непрерывно гладу, потому что я сейчас попытаюсь объяснить эту же стекуляцию. Ну, просто не всегда я свою же стекуляцию могу сразу объяснить. Но я предполагаю, что раз я чешу лоб, значит, я думаю. Ну, что ты думаешь? Я всё время, всё время, всё время общаюсь. Иногда нет. Первый раз, чтобы непрерывно, рукой. Что у вас тут, мозги или что? Не надо, я же не трогаю это. Вы на маленькие вопросы даже не отвечаете. Потому что евреи приведут... Вот сейчас что впереди? Деньги уходят. Только чип, который будет поставлен, по нему будут жить. Дальше. Весь мир разбитый на 10 царств. Три не покорятся, будут убиты. А семеро покорятся. Я всех людей спрашиваю, говорю, а какая столица будет одна на весь мир? Все начинают. Москва. Я говорю, Москва будет сожжённая. 17-18 глава апокалипсиса. Кто? Иерусалим. Иерушалайм. Вот кто будет. И будет царствовать один правитель над всем миром. Три с половиной года. Это написано 2000 лет назад. И окажется антихрист. И Христос придёт и убьёт его явлением у своих. Не, я понял. Да, я слышал уже. Антихрист, это в нём будет дьявол сидеть. Он будет называть себя Богом. Есть такой фильм, шесть. Есть фильм, антихрист. Уже в Америке ставят всё это, тренируют людей. Так, я извиняюсь, я ещё раз просто вас прошу, поскольку вы знаете и Библию, и Коран. По поводу Корана всё-таки я хочу ещё раз. Вот смотрите, в Коране фигурируют личности, которые, ну, Авраам, Исхак, Яков, Мойша. Они там нигде не написано, что они евреи или написано? Не написано. Просто так. Основатель их религии, он не знал ни греческого, ни еврейского языка. Что взял на слух, то и пошло. Они говорят, книга сошла с неба. Я говорю, ты считай 47-й аят этой главы. Они не знают, что Иса у них, Иисус Христос, это разные персонажи. Между ними 2200 лет. А где-то написано. 19 сура, 28 аят, и 3 сура, 35 аят. Они вообще не знают свою книгу? Ну, как бы, кто лучше знает, кто хуже. Хуже никак не знают, совсем не знают. Вот если мы... Вот их Мария, Мария, как бы Мария. У них сколько там, 45 раз поминается. Но что интересно, и у нас в Библии имя Марии 45 раз. Вот одно место сходится. Вот как. И поэтому, разговаривая с ними, мы им показываем. Вы должны примириться с Богом только через Иисуса Христа. Он умер за грехи людей, больше никто. Он Бог. Он воскрешал мертвых. Кто это может сделать? Он говорит, я и Отец одно. Евангелие Теяна, 10 глава, 30 стих. Ну, там же идея у христиан такая, что он Сын Божий. Да, он Сын Божий, одновременно Бог. Второе лицо Троицы. Это уму непостижимо. Только верой признается. Смотрите, а вот то, что... Ну, ладно. Просто там, как бы, Всевышний называет всех евреев своими детьми. Поэтому... Ну, хорошо. Вас как звать? Аврам. Абрам. Абрам, видите как? Они говорят, Ибрагим. Для нас Абрам... А вы говорите без одной... Точнее, с одной А. Вы тоже... Аврам, Аврам, никак. Мы признаемся, не с одной, а с двумя А. У меня стихотворение... А, ну... Вот если вы зайдете по скайпу, у меня стихотворение на днях только бы... Это я выставил в интернете. У меня... Не, это, конечно... Не, как бы, окей. Не, ну, хорошо, что... Про Аврама, про Аврама у меня стихотворение. Про Аврама. Вот если бы можно было, я вам сразу, если зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, я вам все скину. Как Аврам поверил Богу? Как он... Да я знаю, я знаю, да, как Аврама открылся Всевышний, что это был первый человек, которому открылся Всевышний именно после... Вы видите, как вот... Вы бороду не бреете, я гляжу, у вас это... Придерживайтесь этого, это хорошо. Я вот в Америке был, ну, я-то знаю, с евреями много у меня дружбы есть. Они очень дружные. Буквально вся пресса уже в их руках во всем мире. Какие есть, где доходы. Все это, что касается кассы, в их руках. Поэтому они постепенно подходят к полному мировому владычеству. И они нам диктуют, что он есть. Вот. Я когда разговариваю, а вот вы так с евреями знаете, говорите как. Мы все время склоняем голову. Вам Бог открылся. Горе вам, что вы Христа не приняли. Горе, горе, великое горе. Ну, если Всевышний говорит, что это неправда, как... Как он правдой говорит? Пошлю говорит об этом. Он говорит, Христос воскрешал мертвых или нет? Я не знаю, но если он обладал... Смотрите, в чем дело. Он был коэн, по факту. Ну, коэн. Он же был коэном, или вы это не знаете? Рави. А они подходили к нему и говорили, Рави. Лазарь умер. И он говорит, Лазарь, гряди вон. Он весь перевязанный, вышел оттуда. Нет. Я не знаю, но по поводу вот конкретно его каких-то способностей. То есть, ну, как бы, это, как бы, не только... Это, как бы, много людей и уровня коэнов могли делать, но, как бы, в этом нет ничего удивительного. Но почему-то один только выделяется, ну, не евреями, евреями. И так все понятно. Так скажите, сколько людей на земле живет сегодня? По-моему, уже перевалило за 8. Сколько? Сколько? Назовите цифру. По-моему, если я не ошибаюсь, за 8 миллиардов. 8 миллиардов 69 миллионов. Из них христиане, которые признают Библию, 2 миллиарда 450 миллионов. Да, да, да. Которые признают это почти 2 миллиарда. Мы Китай и Индию не трогаем. На евреев-то попадает сколько? Самое большее, может, 7 процентов. Ну, потому что евреи, они, ну, нету иудеев других наций. Есть только... Почему, вот я смотрю, в Иерусалиме, когда сейчас, уж никак не ожидал от евреев. А какие свадьбы делают-то? Гомосексуалисты, садомиты. И вы все бенчают их, и они у вас непреследуемы. В Грузии, когда они пошли, там их с табуретками, кто в кастрюле, их все, больше никогда нет. А у вас это все принимается. Почему? Что вы такие развязывали? Ну, видимо, есть кто-то, кто их, ну... Натаньяху знаете? А, да, знаю, знаю, слышал. А в каком году был восстановлен Израиль? Скажите, кто это сделал? В 40... ну, я знаю, там... Ну, говорите вслух. Восстановлен после чего? Вы имеете в виду государство Израиль? Не было, не было, не было. Государство Израиль было зафиксировано в Организациях Юных Наций. В каком году? В 46-м, кажется... В 1948-м. Кто этим руководил? Ну, Организацию ООН. Да человек один, герцель. Знаете его такого? А, да, 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 знаю. Ну вот, знаю, знаю. Почему я должен знать православное? А вы евреи ни один вопрос не отмещаете. А дело в том, что я в современную историю государства Израиль не сильно вдаюсь, потому что я ее знаю, ее источник. Хорошо. Смотрите, вам сколько лет? 29. Мне 84. У меня рост, рост, метр 68, 64 килограмма весу. Какой ваш рост? Метр 80. А какой вес? 110. 110, так, 10, 80. 35 килограммов лишнего весу? Да, да, все правильно. Вот понимаете как? А потому что? Жирное, жирное, говорит, твердое, такое все, не дает мышление. Поэтому напрасно отрете, оно намного глубже. Веруйте во Христа, поверьте, Он спаситель мира, Он умер за грехи и кровь свою пролил страданием на кресте, меня Он искупил. Но понимаете, вот вы логически подумайте, кто лучше будет просто это понимать, евреи, чему народу он принадлежит, или не евреи, которые в этом... Евреи крещали распли его, а христиане приняли, и сразу пошло вверх. Тут принимает человек по вере. Мы знаем, что это еврейское, мы благодарны, за евреев молимся, каждый день просим мира Израилю и Исраэль. Мы знаем это, но мы знаем, что без Христа ничего не будет. Вот смотрите, в каком году Израиль был рассеян? Второй рассеян, это после разрушения второго храма, вы имеете в виду? Да, да. Кто руководил, какое государство разрушило его? Кто руководил, какой там был в вождь, император? Ну, римляне. Римляне, кто в это время был там? Этот... На выход... Не знаете, Веспасиан. А его сын Тит закончил осаду Иерусалима. И спрашивается, я с Римляем говорю, скажите, вы были рассеяны, пошли в плен. Какой вы грех сделали, когда за грех Бог это делает? Пророков не убивали в это время? Грех был, я вам скажу, какой. Такое, что был большой грех, и он был, между прочим, не только в этот период истории, но вообще, была беспричинная ненависть друг к другу. Да, и за то, что Христа распяли, уже не человека, а Сына Божия. И поэтому Бог рассеял по всему миру. Если представьте, в 70-м году новой эры, и до 1948-го, и все это чудо, что язык евреи восстановили свой, сами стали восстанавливаться. Евреи занимают площадь в 500 раз меньше, чем окружающие враги, мусульмане. И никогда не победить. Почему? По плану Божию идет. Вот почему. Мне говорят, да, они по кабинетам сидели. Ну, я вот, есть такое мнение, я вам просто еще скажу. Я вот не ручаюсь за это мнение, но вот среди иудеев, ну, ивреев, есть мнение, что вот эта религия, не только христианство, но и мусульманство, что она, пускай, типа, для неевреев, она может быть приемлема, ну, для них. То есть, для неевреев, то есть, не все такие, как бы, противники, ну, то есть, а есть такие, кто говорит, что для неевреев, пускай, ну, верят в это, чего-то ждут. То есть, как бы, ну, каждый свое ждет, одни ждут прихода, а другие ждут суда. Ну, я имею в виду, мусульмане ждут суда, ну, вот, когда будет суд, так же у них в конце. Суд Божий будет, и все восстанут. Ну, вот, они тоже ждут судный день. А христиане ждут то же самое, только еще с приходом, вот, после того, как евреи построят третий храм, там вот, как вы говорите, там какое-то время должно пройти, и вот будет антихрист, а потом придет уже, вот, освободитель. То есть, по сути, вот эти, ну, вот эти фундаментальные вещи, в которые верят в этих двух религиях, есть евреи, которые говорят, что неевреи могут в это верить. Но я не ручаюсь за это мнение, но есть такое, такое есть. То есть, как бы, нет такого резкого отторжения того, что, да нет, как бы, есть такое, что пускай верят в то, что верят. Как бы, такое есть. То есть, нет противничества полностью от и до. Есть люди, да, которые говорят, что... Я вам больше скажу еще, я слышал такое тоже мнение, что неизвестно, что было, когда Иисус умирал, он мог раскаяться, он мог раскаяться. То есть, он мог раскаяться и сделать шум, но никто не знает, он в последний момент, ну, точнее, кто-то знает-то уж точно, наверняка, но я не знаю, например. Хорошо, хорошо. Слушайте, почему евреи, когда говорят, мы уснули, воины, а ученики украли Христа, они не говорили, что Христос не распятый? Нет. Это он не обманывал, этот обманщик говорил, обманщиком его называли. Ну, его признали каким-то образом, я не знаю, каким... А мусульмане вообще говорят, он не умирал, другой был распятый. То есть, воскресение Христа – это центральный момент мировой истории. Да, там, то есть, он там воскрес, да, у вас. Не, я просто не знаю, но если, допустим, даже, ну, вот так, как вы говорите, то есть, я этому не удивлён, потому что я вам могу сказать, то, что, ну, первосвященники, коим он был, ну, могли очень... Ну, им открывались такие вещи, они были поэтому и первосвященники. Они могли не только там воскрешать, воскресать и так далее, они могли очень много. Поэтому для меня, я не могу это отрицать, потому что я знаю, что таким людям открывается очень много, и всем первосвященникам. Это просто был один из... Окей, я как бы это... Я не отрицаю, что там мог, он мог действительно делать какие-то вещи, которые очень сильно могли удивлять людей. А вы слышали... А ещё, я ещё, ещё вот почему есть такой момент, он очень много людям показывал и рассказывал, именно учил, обучал там чему-то. Что-то вызову. Так скажите, вы Евангелие хоть раз прочитали? Да нет, конечно. Ну, как же так? Знаете, что 2 миллиарда с половиной верят в это, разговаривать придётся с христианами и не считали. Это же мозги у вас ползость засаленная. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. Так я же это... Я же вам говорю, я не могу это читать. Почему вы не можете читать? Потому что душа... Потому что, смотрите, я вам объясню. Потому что это к Тори никакого отношения не имеет. Ну, вы-то знать можете. Вы же изучаете машину, как ездить. Клиники у вас разные. А здесь не считаете. Написано, что язык врага, это мой язык. Нет, но я не считаю христиан врага. О, так с вами тогда и разговаривают не о чем. Тьма непрорубная. Это просто пленение какое-то. Как так? Я не коммунист. Я знаю, более страшной не было власти на земле, как коммунистический режим. Но я иду на работу сторожем. Беру с собой 2 тома Ленина, считаю. Я должен знать. На все их 40 томов ответить. Если я беседую с сектантами, баптистами, я изучаю буддизм, я изучаю, чтобы с ними беседовать, говорить. А вы даже евреи и знаете от евреев. А нельзя отвечать просто... Ну, это запрещено в Тори. Нельзя это открывать. Нельзя открывать. Это еще покрепче, чем мусульман. Я показываю. А вы руки мали, кричат. А сам лежит в блуде. Четыре бабы рядом. Это можно. А вот, нет, вот в плане, знаете чего? Ну, на самом деле, то есть, то, что, ну, Иисус там показывал людям, открывал там какие-то чудеса. Там же это у вас описано же. Но я это так знаю. Не потому что я читал, а потому что я слышал. Абрам, слушай внимательно. Ладно, вы говорите, что попало. Дело в том, что, считаем мы в Тори, написано, когда Израиль согрешал, Бог посылал врагов, пленяли их, проходит 50 лет, они покаялись, опять Израиль восстановился, опять грешат. Какой грех они сделали к 70-му году, что тысячу лет, две тысячи лет не могут собраться? Почему? Как грязный кусок засохший, он веником растоптал все. Они не человека распяли, а Бога. Поэтому мстительность в тысячу раз увеличилась. Вот, вам только задуматься надо маленько. А сейчас объявляют, что у вас уже в Америке телицы есть, которые ездили ваши там раввины, узнали. Ни одной волосинки, ни другой. Рыжая телица, ее пепел, что, допустим, в Торе. И что, когда началась вот эта болезнь, искусственная, то евреи говорят, это за то, что сосуды нашего храма были. Италии писали. Это наше время, где пять лет назад было. Верните сосуды. А сейчас объявляют, что вы первосвященника уже имеете. Как это не знать? Я христианин, и знаю, понимаю, события мировые все в Израиле. Никакие хамасы вам не сделают зло. Вы стоите рядом. Мировая история подходит к завершению. Все мировые часы, все остановится. И будет суть Божий. Перед престолом Божьим река потечет, как пишет Даниил. А еще знаете, что, я извиняюсь, вот смотрите, есть, да, вот есть действительно то, что все евреи, они будут, ну, воскрешаться. Ну, вы знаете, наверное. Что воскрешать? Ну, когда придет Машех, евреи, которые прах, они будут воскрешаться. Ничего не будут. Они узнают, что он даже не обрезанный. Он против них бурю поднимет. И тогда они поймут, что истинный Христос, а это обманщик. Апостол Павел говорит, остаток еврея спасется. И мы в это верим. И вот это вот ваше, это все уйдет. Вы скажете, что же я делал? Надо быть подвижным. У вас 35 килограммов лишнего жира. Это у вас мозги засорные. Это спасибо, что вы меня начинаете. Раньше вставай, больше работай. Мне вот власть не давала работать прорабом. Я 40 лет клал печи по стране, вот этими руками. И выработка была в три нормы. Очень хорошо, что у вас сохранилось здоровье. Здоровье. Я вот за все... Жизнь 84 года. Я ни одного матерка не сказал. А вот я благословенный. Почему? Я что, не начну? Вот у меня вышло 38 томов книг. Я писатель. И по поэзии вышло 4 тома по 880 страниц. И я вам все это могу скинуть, если вы в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Я всегда говорю, почему у меня так все получается? Потому что 12 глава, 3 стих первой книги Торы говорится. Кто Израиль благословляет, благословлен будет. Кто проклинает, прокнет будет. Я все время Израиль благословляю, молитву упоминаю. Поэтому у меня так все идет. Еврею очень благодарны. Где я им помог, где было, они другим рассказывают. Ну, знаете, истина, она там, где... Где Христос. Он говорит 14, 6 Евангелия Тяна. Ясен, путь, истина и жизнь. И никто не приходит к отцу, как только через меня. Евангелие Тяна, 14 глава, 6 стих. Нет, я хотел сказать, истина там, где есть мир и взаимопоминание. Нет, бывает и война, и люди знают, где истина. Истина, вот что такое совесть? Скажите. Что такое совесть? Ну, чувство. Не знаете. Скажите просто. Вот пришел к власти Адольф Алоизович Гитлер. И там у него были такие, как Эрст Тельман. И они до конца дожили некоторые. А евреи никакого зла не делали. И Холокост, говорят, до 5-6 миллионов потеряли. За что он их так преследовал? И решение евреевского вопроса, полное уничтожение нации поставил. Ну, жизнь, потому что. Ну, он не только евреев, он там, у него был перечень. Я говорю, только евреев. Он больше цыган и евреев. И цыган и не нужно. Вот сколько в мире национальности, знаете? Ну, не знаю. 2 896. Сейчас новое открывают. Ну, там мелкие. 200 человек, 300. Там где-то в джунгле где-то. И, однако, первое стоит, это еврей. И на конце цыгане. А мы посередине вот эти. И поэтому они понимали, что пока еврейское есть на земле, им никогда не построят. Это они так называют по-немецки. Тысячелетнее царство. Благословение там, где благословение евреев. И поэтому мы каждый день благословляем Израиль, евреев, и получаем радостное известие. Сколько новых евреев признали Христа спасителем. Наши друзья, которые живут в Иерусалиме. В моем доме еврей обратился, я говорю. Не кто-то, а Наум Израильевич. Родители там у него. И он стал священником православным. Но у него, наверное, отец еврей, да? Да, они живут в Израиле. Родители. Да, да, да. Это не еврей. Он с точки зрения евреев, он... Евреи. Первый раз слышите, уже не евреи. Вот какой у вас спорливый ум. Нет, я же у вас спросил. У него отец еврей только. Евреи и мать. Евреи и мать еврейки. Чистопородные. Нет, тогда он считается евреем, да. У него есть поколение, поколение еврея. Я у него был. Я понял, да. Это... А я еще... А еще, знаете, что мне интересно было? Вот смотрите. Если еврей... Точнее, не еврей. Любой нации, да? Вот вы русские, я так понимаю, да? Ну и что у евреев? У евреев задача какая? Главная задача. Нет, смотрите, просто вот я недавно тоже задавался. Вот смотрите. Любой человек, любого из любого народа, кто принимает христианство... Да, Иисуса Христа. Да, Иисуса Христа. Так, ну да, христианство... И Ешуа. Он теперь, независимо от того, какому народу он принадлежит, он же уже может, по сути, совершать брак с любым из христиан. Правильно? Неправильно, священник только может, который в положении через епископат по нисходящей доходе до наших дней. Поэтому баптисты, другие админетисты, это все еретики. Истинная церковь какая? Истинная, она на 5-6 католики, православные, григорианы, армяне, копты и сирийцы. Все, дальше секты, ересь. Понял. Ну, хорошо. А вот, например, если вот кто-то принадлежит пяти этим вот ветвям, и они разных национальностей, просто один русский, другой, например, китайцы. Да. И они в рамках вот этого воззрения, ну, этих визе и религии, они могут заключать между собой брак. Могут, могут, но только чтобы они были в церкви. Я назвал сейчас пять частей. Да, я понял, да. То есть, а тогда получается, что как бы идентичность национальная, она уже не имеет значения. Не имеет, не имеет. Если не разрешалось 11 главе Левит, говорится, если копыта раздвоенные, а жвачки нету, то нельзя есть. В Новом Завете разрешается все вкушать. Все. Китай ест там змею свою, что-то можно. Лишь бы он был верующий, молился и молитва все ощущает. Об этом апостол Павел говорит посланник Тимофееву. Я извиняюсь, тогда смотрите, как получается. Получается, тогда все народы, они могут между собой перемешаться, ну, в рамках одной религии, я говорю. Да, да. И получается, не останется никакого народа как идентичность, потому что они 20 раз могут жениться на русские, на питайцы. Понятно, во Христе все едины, понимаете, медленно мысль идет у вас. Во Христе все едины. Зайдите по скайпу, скайп, Игнатий Лапкин, пять минут установите. То есть никаких народов отдельных не должно быть? Нету, нету. Народа такой, мы все из язычников. 2894 нации, разницы нет, евреи только выделяются. Бог избрал только Абраама. Вы принадлежите к этому семени Абраама, а Христа не знаете. Вот это ужас какой-то. Ну, знаете как, вот мне кажется, что это не совсем как... Ну, не, ну хорошо, то есть в христианстве национальное значение никакого не имеет. Оно, если даже евреи у нас обращаются, он женился на грузинке. И никакого... Он же, дальше-то его дети уже не евреи получают. Ну, то не важно кто, они христиане. Для нас национальность никакого значения не имеет. Апостол Павел говорит, во Христе все едины. Елены и иудеи. Под еленами означают все нации. То есть в христианском мировоззрении никаких народов быть не должно, кроме одного народа, который принял эту веру. Вот которые, смотрите, сейчас обижаются люди, замерите, все финансы, все в руках евреев. Я говорю, написано, цари принесут дары. Я не воюю против этого. Написано, но все это послужит им не в пользу, когда антиксис воцарится. Вот что, беда какая. А, смотрите, ну ладно, я не буду сейчас догмы какие-то... По скайпу? Авраам, зайди по скайпу ко мне, Игнатий Лапкин, и мы с вами будем встречаться хоть каждый день. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. Мне очень приятно было, на самом деле, даже если мы с вами там встретимся, мне было достаточно приятно один раз вас здесь встретить и узнать... Я отвечал на тысячи вопросов студентов в университетах. Я начальник детского лагеря, 45 лет директор, без помощи государства тысячи детей подняли. У меня евреи, и каких только национальностей не было. Мы на это не смотрим. А смотрите, тогда как получается, интересно, тогда если, ну, по-вашему, вот вы говорите, у вас есть знакомый еврей, который там вот с вами, тогда получается, как же получается, тогда если он принимает такой еврей, так он же через несколько поколений уже не еврей. Да не еврей, что вы так трясетесь на этом? Мы просто говорили. Никакой разницы нету. Нет, я спрашиваю с вашей точки зрения. Да, да. Он женился на грузинке. Он уже не евреем. Получается, он был еврей, а через несколько поколений, когда он женится на грузинке... Он сегодня еврей, он сегодня еврей. Да, сегодня, а завтра он уже не еврей. А нам это не надо. Совершенно. Во Христе все единое написано. Потому что у нас есть... То есть идеи никак уже выделяться... Но вы, понимаете, вы еще не считали, как маленький ребенок. Я вам отвечаю, заходите по скайпу Игнатия Лапкина, и мы будем встречаться хоть каждый день. Вы призовете товарищей, родных, я любое ваше имя могу сказать, что оно означает. Что означает Аврам? Странник. Авра... Заметьте. Авраам, странник. А что такое Авраам? Отец множества. Заметьте, как меняется. Как переводится Яков? Вы в Барнауле живете, я извиняюсь. Это город Барнаула, Тайский край. Да, 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 знаю. Это Тайский край. Ну, хорошо. Ну, просто получается тогда евреи... Почему еще вот почему тогда... Вот смотрите, как получается. Так, еврей, он еврей, а если он принимает веру вот такую, то он через несколько поколений уже и не еврей, и зачем тогда понимать? Да нам это не надо. Спасение души. И он принял Христа все. Во Христе все единое. Евреи, язычники, это хорошо... То есть уже евреи евреями не будут... Не, мая, это послание к римлянам, 9 глава и 11, все объясняют. Апостол Павел ревновал. Я, говорит, готов был из книги жизни быть вычеркнутым ради родных евреев. Вот как он их любил. Главная ошибка, что вы Христа не приняли. В этом все заключается. Ну, а как получается, если принимают, то они уже и время быть перестают через несколько... Он преимущества не будет никакого иметь. Хотя мы знаем... Ну, а поэтому, видите, как бы уже преимущества... То есть мы привыкли на этом жить. Но это все стряхнется с вас. Надо своим трудом жить. Меня, например, нисколько это не смущает, что все богатства мира к евреям стекаются. Это не грамма. Я знаю, что это должно быть. Не могу не смущать, знаете, вообще никак. Я имею об этом познание. Вы еще какой язык знаете, кроме... Нет, я, к сожалению, так как русским языком, другим языком так не владею в совершенстве. То есть вы немецкий язык, английский не знаете? Нет, нет. Ну, знаю, конечно, английский, но говорить на английском я не могу. А вот заметьте, я вам скажу, в Библии... Вот у нас в Библии 77 книг, 50 в Ветхом Завете, 27 в Новом. Но это не все. Дальше мы начинаем рассуждать. Вот что скрывается здесь? Какая главная книга? Евангелие от Иоанна. Третья глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. По-немецки звучит так. На всех языках. Мне вот приходилось даже в Америке, когда пригласили там быть, я видел там и евреев, и все. Мы как родные братья. Они верующие все. Христиане. Но они уже скоро не евреями будут. Да не евреи. Пускай они будут прям... Как это у вас зашло? Евреи, не евреи. Это все снимается. Нет, ну у вас получается, как интересно. У вас вы за евреев молитесь? Да. Ну, так смотрите, что получается. Вы молитесь за евреев, вы призываете евреев в свою религию. Но евреи, будь они принимают вашу религию, они становятся через несколько столетий. Все, все, мы молимся об Израиле, чтобы вам было понятно. Их не бывает уже. Я вам поясняю. Авраам, Авраам, ну не помирайте от этого. Как вы молитесь, я не понимаю. Ой, ой, это нацизм. Просто нацизм бешеный. Зачем вам это? Вот евреи, евреи ему молятся об Израиле. А который принял христианство, мы его не выделяем никак. А, ну вот. Все непонятно. Это я уже сколько раз говорил. Для вас что еврей, что не еврей, одно и то. Никакой он христианин. Он дал нам новое имя, нас зовут христиане. Ну, получается тогда, если евреи принимают христианство, он от других народов ничем не отличается. Ничем не отличается, ничем. А так зачем вы молитесь именно за евреи? Которые не приняли Христа Израиль, от страны Израиль. Шма-Исраэль. Шма-Исраэль. Ирушалаем. Не, ну странно, зачем как-то это не отличается. Какой у вас нацизм бешеный просто. Вот надо, чтобы он был еврей. Главное, не в нации. Это вы говорите. Вы говорите, я? Вы молитесь за евреев. За евреев в Израиле. Израиле. Которые не приняли Христа. Вы не приняли, если вы хотите, чтобы они растворились. Чтобы они стали христианами. Чтобы Бог, он открылся. Я говорю, принимает евреев, он же через несколько поколений свой евреев. Да не надо поколений-то, он принял Христа, все. Преимущества никакого нет. Об этом мы считаем послание к римлянам. Но вы не считали ни Библию, ни свою книгу не знаете, ни одного пророка. Я из ваших слов только. Ого-го. Тогда заходи по скайпу, Игнатий Лапкин. Все, отхожу. У вас хорошая самая-то борода. Замечательно. Нетронутая. Ладно. Приятно было. Так, заходите в Википедию, зарядите Игнатий Лапкин. Узнайте, кто я. Мои специальности. А потом по скайпу выйдите на меня. Запиши себе. Запиши. Он полгих лет жизни. Крепкого здоровья. Я отошел. До свидания. Отошел. Оооо.